Издательство Эксмо. Татьяна и Анна Поляковы. Свет мой, тишина. Притворив в жизнь все планы Марича на эту ночь, мы лежали в постели и молчали. — Наконец я встала и начала собирать по полу нашу одежду, попутно натягивая на себя то носок, то футболку. Джинсы Владена, которые попались мне под руку, кинула ему в руки. Он их ловко поймал и спросил. — Только не говори, что затея с камерами хранения вовсе не шутка. — Не хочешь ехать, так и скажи. Справлюсь одна. Правда, вдвое больше времени потребуется, а значит, выше вероятность, что мной заинтересуются пассажиры или, того хуже, сотрудники вокзала. — Умеешь ты убеждать. — вздохнул он и быстро оделся. На привокзальной площади было малолюдно, и это вселяло некоторые надежды на успех нашей операции. Мы вошли в здание вокзала и огляделись. Несколько пассажиров расположились на креслах, ожидая поезда. Большинство дремали, некоторые были увлечены своими смартфонами. Из восьми касс сейчас работало только одно окно. Сотрудница устала, смотрела в монитор. Мы прошли к камерам хранения и разделились. Ячейки располагались буквой «П». Мы решили, что я начну слева, а Владан справа. Рано или поздно мы встретимся. Или же до встречи дело не дойдет, если повезет, и мои догадки окажутся верны. — На что только не пойдешь ради любимой женщины, — проворчал Владан и принялся вводить код на верхние ячейки со своей стороны. По-моему, это одно из самых безобидных занятий, которые нам выпадали в ходе расследования. Мы замолчали, каждый был занят делом. Задачу облегчало то, что свободные камеры хранения подсвечивались зеленой лампочкой. Их мы с Маричем пропускали. Я методично вводила код на тех, которые горели красным, игнорируя лишь самый верхний ряд. Моего роста для них недоставало. Я решила, что их мы проверим в последнюю очередь. Для Алины они тоже вряд ли были бы доступны, хотя если предположить, что девушка была выше меня, а то, что она оставила на хранение небольшое, верхний ряд также не следовало сбрасываться из счетов. Несмотря на то, что я пропускала эти ячейки, Владан справлялся куда быстрее. Он уже приближался к дальнему углу. — Так нечестно, — досадливо сказала я. — На твоей стороне, наверное, меньше занятых ячеек. Просто я делаю свою работу не только хорошо, но и быстро. — Марич, ты хам, — ответила я, не оборачиваясь. Мы продолжили вводить код. — Ноль четыре тридцать звездочка. Уже звучало в моей голове как мантра или заклинание. Запертых ячеек оставалось все меньше. Похоже, провести ночь на вокзале действительно было не лучшей затеей. Глаза мои слепались, и я уже начала поглядывать в сторону автомата с кофе, когда услышала голос Марича. — Не может быть. Я обернулась и увидела, как Владан сидит на корточках, правая рука на открытой дверце. — Ты нашел ее? Я не могла поверить в удачу. — Ты нашла, я лишь открыл, — засмеялся Владан. — Сто восемьдесят четвертая. — Что там? Владан извлек из ячейки сумку, расшитую в духе китайских кимоно шелковыми нитками, красивую, но изрядно потрепанную. Она была небольшой, с такими обычно ходят за покупками, повертел в руках и передал мне. — Пойдем, — скомандовал он, — повесь на плечо, чтобы не привлекать внимание. Я послушалась, и мы направились к выходу. Вскоре мы сидели в машине. Я держала сумку на коленях и вдруг сказала, — А если там бомба? — Считай, не повезло, — изрек Марич и завел мотор. Дома мы уселись на пол, и я стала бережно доставать содержимое. Будто сумка находилась там не год, а минимум сто, и хранила в себе реликвии. Сверху лежало аккуратно свернутое платье, темно-синее, средней длины. Сперва я приняла его за оформенное, которое я видела на собине, но, приглядевшись, засомневалась. Под ним две футболки пола, свернутые в трубочки. Следом я достала пакет со скромным нижним бельем. Под ним лежал спортивный костюм, а на самом дне сумки — объемная косметичка. Не знаю, что я ожидала увидеть, но теперь была разочарована содержимым. — Карманы проверь, — Владан кивнул на спортивный костюм. Я принялась раскладывать толстовку и штаны на полу и быстро поняла, что они несколько тяжелее, чем выглядят. — Марич, ты, как всегда, прав, — заявила я, извлекая из карманов, свернутые трубочкой пачки денег. Их было четыре, в сумме восемьдесят тысяч рублей. Немалые деньги. Только способ хранения вызывал у меня большие сомнения. Когда я закончила считать купюры, Марич взял косметичку, открыл молнию и вытряхнул содержимое на пол. Это были документы. Я протянула руку и взяла паспорт. Марич тем временем открыл нечто похожее на студенческий билет. — Дела, — присвистнул он. Ая Ибрагимовна Салих. — Неожиданно. Очень согласилась я, не отводя взгляда от паспорта, и зачитала. Фатима Имановна Алмазова. Марич подвинулся ближе и заглянул в документ, который я по-прежнему держала в руках. Я понимала его желание увидеть все своими глазами, передала ему паспорт, а сама подняла с пола водительское удостоверение, которое также лежало рядом с пустой косметичкой. — Амина Руслановна Юсупова, — произнесла я, не веря своим глазам. Мы прошли в кухню, прихватив с собой документы, и разложили их на столе. С фотографий на нас смотрели три симпатичные, темноволосые, но все же совсем разные молодые женщины. Если верить документам, Фатима и Амина были ровесницами. Им было по 28. Ая была студенткой четвертого курса нефтяного государственного университета в Грозном. Дата рождения в документе не значилась. Паспорт и водительское удостоверение также были выданы в Чеченской республике, в разных районах. Как думаешь, не Федовы видели паспорт Алины при приеме на работу? Почти уверен. Сидоровы уж точно должны были поинтересоваться документом. Не могли же Елену убить спустя столько времени, потому что она, предположительно, когда-то видела документ Алины, где та вовсе не Алина. «Если только мы не имеем дела со спецагентом». Марич протянул мне смартфон, предусмотрительно открыв фото Алины. «Не придумывай. Той девушке, что работала у Сидоровых и не Федовых, нет ни на одной из фотографий». Мне не оставалось ничего лучше, кроме как с ним согласиться. Пропавшая домработница не была похожа ни на одну из этих девушек. Гораздо проще объяснить наличие у девушки чужих документов, чем то, что она хранила одежду на вокзале, когда у нее есть своя комната в доме. Уверен, там нашлось бы место для ее скромного гардероба. И зачем же ей чужие удостоверения личности? Она что, реально могла быть шпионкой? Если не Федова права, и у ее благоверного был роман с Алиной, им наверняка нужно было место, где они смогли бы предаваться утехам. Не в доме же ему единятся. Ольга могла их застукать в любой момент. «Брачный контракт суров, и лишняя осторожность Петру Семеновичу только на пользу. Ты думаешь, Алина снимала номера в отелях по чужим документам?» «Предполагаю», — кивнул Марич. «Уверен, связи Ольги настолько же обширны, как и ее благосостояние. Пара звонков, и она легко может проверить, не снимал ли благоверный номер в каком-нибудь загородном клубе. А зная имя любовницы, легко проверить и ее. Но ведь у Сидорова сеть мотелей. За городской чертой, к тому же они рассчитаны на дальнобойщиков. И вряд ли располагают теми условиями, к которым Петр Семенович привык. Можно было бы снять квартиру по своему вкусу. Слухами земля полнится. На квартире можно примелькаться. Тем более во многих домах того класса, какой предпочитают нефедовы, сейчас консьержи. Куда надежнее менять явки. К тому же и ключи лишние прятать от жены не надо. Значит, надо узнать, не бронировал ли в городе номера по одному из этих документов. Полина, это было год назад. Попробовать стоит, не унималась я. Стоит-стоит, но для начала нужно поспать хотя бы пару часов. Владен сгреб в кучу документа на столе, поднялся и протянул мне руку. Я с тоской посмотрела на небо за окном, которое уже начинало светлеть. Спать не хотелось совсем, в голове роились мысли, одна невероятнее другой. Я была уверена, что затея эта малоперспективная, и уснуть мне уж вряд ли удастся. Однако я ошибалась. Стоило Маричу лечь рядом и обнять меня, как я провалилась в сон. Мне снилось, что я в темно-коричневом платье ниже колен с пышной юбкой и на крахмаленом белом воротничком сижу на крутящемся стуле. На груди громоздкая гарнитура микрофона, на голове наушники, аккуратно надетые так, чтобы не задеть уложенные волной волосы. Справа и слева от меня барышни с похожими прическами в старомодных платьях. Вокруг несмолкаемый гул разговоров. Телефонистки соединяют абонентов. В руках у меня пучок проводов, которые я методично втыкаю в огромный коммутатор, повторяя себе поднос снова и снова. Ноль, четыре, три, ноль, звездочка. Я резко распахнула глаза и огляделась. Владана не было, а с кухни доносился запах кофе и бурлящие звуки. Я поднялась и застала его у стола. Марич нарезал хлеб огромными кусками, как делал это всегда. На плите варился не только кофе, но и яйца в небольшой, видавшей виды кастрюльке со сколотой, бледно-желтой эмалью. «Голова Сидоровой проломлена», — заговорил Владан, когда мы заканчивали завтракать. «Уж не знаю, лестницей или злоумышленниками. Эксперты ясности в этом вопросе не видят. Из дома ничего не пропало. На ограбление не похоже. Ни о каких недоброжелателях супруги благоверный вспомнить не смог. В бизнесе у них ниша узкая. Толп конкурентов не наблюдается. Что по камерам? В доме не установлены, а наружные пока не проверены. Что думаешь?» Дело ясное, что дело темное. Ольга сообщила, что Нефедов прервет командировку и прилетит на похороны Елены. Значит, совсем скоро сможем с ним пообщаться. «Что с документами будем делать?» Кивнула я на стопку, которая до сих пор лежала на кухонном столе. «Встречусь сегодня с местными, которые пару лет назад перебрались к нам из тех краев. Надеюсь, смогут помочь установить, где сейчас все три девушки. Я с тобой». «Нет, ты в офис. Что мне там делать?» «Тоже, чем собираюсь заняться и я. Только другим методом. Посмотри, что сможешь найти об этих троих в интернете. Ты надолго?» «Не занудствуй!» Марич поцеловал меня в макушку и покинул кухню. На улице, когда я направилась в сторону офиса, мне позвонил Забелин. Я села на шаткую скамейку возле ближайшего подъезда и ответила на звонок. «Милая, жду тебя сегодня на кофе. Соскучился ужасно». «Я занята». «Не поверишь, я тоже. И все же выкроил некоторое время, чтобы достать информацию для лучшей девушки на свете». «А не Федове?» вспомнила я свою недавнюю просьбу. «И не только». «По телефону никак?» попыталась я. «Никак», громко вздохнул бывший и отключился. До назначенного часа у меня оставалось уйма времени. Я решила провести их с пользой и посвятила себя заданию Владана. Довольно быстро я нашла соцсети Аи и Фатимы. С Аминой пока не складывалось. Судя по тому, что они публиковали в интернете, обе жили в Грозном. Я не нашла ни у одной из них упоминаний или фотографий нашего славного города, хотя пролистала их странички за последние несколько лет вдоль и поперек. Радовало одно – девушки были активны на своих страничках, а значит, живы. А вот поводов для печали было гораздо больше. Гадай теперь, как их документы возникли в нашем городе, почему оказались в руках Алины и причастны ли эти девушки каким-либо образом к ее смерти. Я листала и листала записи и фотографии девушек. Увлеклась настолько, что чуть не забыла про встречу с Забелином. За десять минут до назначенного времени покинула офис и припустила к машине, ловко перепрыгнув в большую лужу. Дождь стих, но еще накрапывал, когда я припарковалась у офиса Забелина. Он сидел в кресле-каталке возле Михалыча, охранника его фирмы. Они о чем-то увлеченно беседовали, прячась от дождя под козырьком. «Полиночка, рад видеть», расплылся в улыбке Михалыч. «Нечасто ты теперь нас балуешь визитами». «Дела», — развелая руками. К тому же Валерий Константинович теперь в надежных руках. «Что верно, то верно», — согласился мужчина. «Наташенька, просто чудо». Забелин, махнув охраннику рукой, лихо развернулся на инвалидном кресле и направился к своей машине. «Где она, кстати?» — задала я ему вопрос о сиделке. Тут же раздался ее голос. «Валерий Константинович, постойте!» Наташа, что есть мочи, бежала к нему от выхода из здания. Без верхней одежды, в футболке с коротким рукавом. Забелин чертыхнулся, но все же замер возле открытой водительской двери своего Мерседеса, специально купленного под его теперешние возможности. Он давно приспособился управляться и сам, садиться за руль, складывать кресло и помещать его в салон. Конечно, с помощью меня или Наташи выходило быстрее, однако собственная беспомощность его здорово злила. Тем не менее, от помощи в этот раз он отказываться не стал. Видимо, понимал, если не Наташа, то я осунусь со своими попытками помочь. Последний вариант был для него гораздо менее предпочтителен и куда более унизителен. Мы простились с Наташей, и я села в салон. Моя кожаная куртка успела промокнуть, я поежилась, а Забелин заботливо прибавил градусов на печке. Мы подъехали к любимому ресторану бывшего, назывался он «Вирджиния» и славился своими роскошными интерьерами, отдельными кабинками и заоблачными ценами. На входе гостей встречала высокая брюнетка в обтягивающем платье и на 15-сантиметровой шпильке. Она поприветствовала нас голливудской улыбкой, особое внимание уделив Валерке и проводила к столику. Забелин явно заранее позаботился о том, чтобы сделать заказ. На столе уже стояли закуски. Девушка разлила воду по стаканам и вернулась с бутылкой вина. «Шабли» в качестве аперитива объявила официантка и наполнила бокалы. Я выразительно посмотрела на Забелина, дождалась, когда девушка удалится и возмутилась. «Мы говорили о кофе». «Правда?» «Запамятовал». «Я, кстати, не голодна», легко соврала я. На самом же деле я ничего не ела с самого утра, а креветки на столе так и манили. Забелин тем временем принялся уминать за обе щеки, изредка на меня поглядывая. «Как ты?» Аккуратно спросила я. «Божественно». «Я серьезно». «Да и я не шучу. Лучшая женщина на свете интересуется моими делами. Что может быть приятнее, милая?» Вместо ответа я взяла в руки вилку и отправила дразнившую меня все это время креветку в рот. Забелин тем временем покончил с салатом и отодвинул тарелку, что не осталось незамеченным. Тут же возникла длинноногая красавица и унесла посуду. «С Наташей не забалуешь». Неожиданно благодушно начал Валерка. «Прием лекарств по расписанию. Зарядки и массажи тоже. Все указания строго по бумажке. Одним словом, деньги свои отрабатывает полностью. Я, кстати, думаю о том, чтобы повысить ей жалование. Что скажешь?» «Вряд ли она откажется и будет абсолютно права. Не молоко же ей за вредность давать». «Я тих, покладист и дружелюбен». «Кому ты заливаешь?» усмехнулась я. «Забелин, можешь нормально ответить на вопрос, как твое самочувствие». «Попробую», – кивнул он и сделал глоток вина. «Неделю назад мне приснился потрясающий сон. Наша новая свадьба. Ты была в великолепном кружевном платье с длинными рукавами. В номере после торжества я, не торопясь, растегивал пуговицы на нем. Их было не меньше двадцати. Ты меня торопила». «Ты псих», – я встала из-за стола с намерением уйти. «Для тебя это новость?» – он успел схватить мою руку. «Сядь и дослушай, если ты действительно интересуешься моим самочувствием». Я скривилась и села, скрестив руки на груди. Валерка продолжил, как ни в чем не бывало. «Вижу подробности нашей второй, первой брачной ночи. Тебя не очень интересуют. А зря. Ты была великолепна». Я отвернулась к окну и вздохнула, покачивая головой. «Бывший неисправим. Какое счастье, что мне не приходится больше постоянно находиться с ним в одних стенах». «А как ты рычала, милая?» «М-м-м-м», – подмигнул он. «Забелин, хватит!» – отрезала я. «Что ж, опустим». Снисходительно кивнул Валерка и даже поднял ладонь вверх. «В общем, проснулся я утром после такого подарка в виде сна, поднимаю одеяло, а там у меня все работает». «Да ладно!» – я вытаращила на него глаза. Я прекрасно знала, что нижняя часть тела Валерки после ранения полностью ему отказала. Он совсем ничего не чувствовал ниже пояса. Врачи четко дали понять при выписке после ранения, что о мужской функции речи быть не могло. «Ты сейчас серьезно?» – на всякий случай уточнила я. «Серьезнее некуда. Жаль, ты лишила меня удовольствия раскрыть все детали». «Забелин, это же отличные новости. Почему ты молчал?» «Как почему? Ты сейчас-то с трудом меня выслушала». «Это же невероятный прогресс». «Ага. А главное, в самом подходящем месте». «Для тебя уж точно. Больше нигде изменений нет?» «Пока нет, но я уверен, еще парочка таких снов, и все будет». Я была искренне рада забывшего. Как бы я ни пыталась себя обмануть, но тот факт, что он спас мне жизнь, не давал мне покоя. Каким бы человеком он ни был, и сколько бы зла мне не причинил до того случая. Потому я сидела и улыбалась, как дура. Даже выпила немного вина, которая до этого момента стояла нетронутым. «Это все твои молитвы», – выдал Забелин. «Я же знаю, что когда вы с Маринкой ходили в церковь, ты просила за двоих божьих рабов». «Вот ведь, а батюшка обещал, что будет хранить тайну исповеди». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...